Приветствую вас. Я бы сказал, что ваш вопрос был бы справедливым, в том случае, если бы мужчина жил один. Если бы он был один, то вопрос был бы вполне правомерным. Но поскольку мужчина не один, поскольку мужчина живет не в вакууме, а с вами, и поскольку уже два человека составляют определенную экосистему, то вы в некоторой степени на него влияете. Я надеюсь, что с этим вы спорить не будете. Если взять, к примеру, за аксиому тот факт, что вы, значит, влияете на него, как-то влияете на него, то в этом случае можно говорить о том, что не мужчина сидит без работы, а вы в той или иной степени позволяете ему это делать. Я понимаю, что вам, скорее всего, будет неприятно слышать подобную историю. Я понимаю, что вам, скорее всего, будет неприятно осознавать, что именно вы в том числе влияете на человека. Вот. Но, к сожалению, это правда. То есть, к сожалению, это так. К сожалению, вы влияете на него. То есть, грубо говоря, все сводится к тому, что мужчина ведет себя так только потому, что вы позволяете ему это делать. Только поэтому, потому что вы позволяете ему не работать, только по этой причине человек ведет себя подобным образом. Смотрите, если вы гоните его на работу, то есть, ну, заставляете его искать работу, если вы, ну, скажем так, с пониманием относитесь к его комплексам, вот, то здесь в большей степени имеет место быть именно родительская позиция по отношению к нему, по отношению к мужчине. И родительская позиция, это именно то, что демотивирует мужчину что-либо делать. Демотивирует человека как-либо обустраивать свою личную жизнь. Коллега Светлана, в принципе, права на права, когда говорит, что откуда у него средства к существованию. Какая у него мотивация искать работу, если вы, к примеру, его обеспечиваете, если вы, к примеру, все для него делаете, если вы, к примеру, к примеру, позволяете ему не работать, если он знает, что в случае, если он не будет работать, то, ну, в общем, ничего страшного не случится. Так зачем ему работать, понимаете? Мотивировать человека, нужно реально, это должна быть реальная мотивация. Здесь у вас, я бы сказал, что реальной мотивации нет, потому что по сути ведутся разговоры об улучшении ситуации. Но это не реальная мотивация. Потому что реальный мужчина не замотивирован. Вы говорите о мотивации как о чем-то искусственном. Вот. Хотя, на самом деле, никакой искусственной мотивации быть не может. Если мужчина не работает, тогда означает, что ему не нужны. Вот. Конечно. Конечно, есть такие истории, когда, к примеру, комплексы человека мешают работать. Да? Ну, например, невозможность общаться с людьми, там, невозможность выстраивать диалог какой-то. Вот. Ну, конструктивные. Вот. А что да? Проблема, проблема. Согласен. Но позвольте. И в этом случае у человека есть возможность к примеру, что-то делать. он мог бы, к примеру, работать над собой. К примеру, он мог бы заниматься с психологом. Например. Если у него комплексы, если у него проблемы и так далее. Мог бы. Мог бы. Он этого не делает. Вот. Знаете? То есть, человек на данный момент не только не осознает свои проблемы, но и пистует их, оправдывая ими тем, что он, то, что он ничего не делает. И вы этому потакаете своей опекой. Да? Своим чувством защищенности которые вы ну даете ему. Вы понимаете? Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд единственным возможным способом мотивироваться его адекватным для вас было бы отстранение. То есть, если бы вы от человека отстранились. Ну, просто отстранились бы и к примеру, да, позволили бы ему самостоятельно. что-то, что-то делать. Да? Вот. То есть, если бы вы сказали ему, что, знаешь, как бы, я не могу и не хочу к примеру тебя больше задержать, да? Вот. Соответственно, с этих пор, да, вот только он каждый платит за себя. Потому что, ну, я не готов взрослого мужчину, да, там, обеспечивать, кормить, одевать и прочее, прочее, прочее. иметь право, так сказать, да, конечно. Конечно, вы имеете право, так сказать, безусловно. Вот. Ну, так, для этого, опять же, нужна позиция, понимаете, для этого нужна позиция ваша. Это наиболее адекватный вариант. если вы не можете, если вы не можете этого сделать, этого сделать, к примеру, по ряду причин. Тут уже куда более интересная история возникает. Потому что получается, что вы в некоторой степени позависимо вы созависимы в некоторой степени. И именно вам с вашей созависимостью нужно что-то делать. Это при условии, если вы от человека зависимы. Иначе какой, какая у вас мотивация, да, быть по отношению к нему родителям. То есть, не быть разным, не быть разным ему, а воспринимать его как, ну, как, знаете, как ребенка, которому нужна помощь. Вот. Вот я думаю вам на этот вопрос и нужно ответить. Что есть, человека мотивировать не нужно. У него у самого либо есть мотивация, либо нет. А если у него мотивации нет, то вам уже нужно решать. Вы хотите такого человека принимать? Или все-таки вам хочется другого? чего, чего, чего-то? Или все-таки вы хотели бы, ну, других отношений? Ну, так а что вы делаете тогда для этого? этого? Вот. Вы же выбрали этого человека как-то? Тем более вы говорите, что ну, с самого начала вашей встречи вы уже знали, что он такой, что он устраивается на работу только по, ну, по связи. Да? Вот. это не хорошо. Это не хорошо и не плохо. Это просто реальность. Вот. И все. Просто реальность. По сути. Так вы как, вы готовы мириться с этой реальностью? Или нет? Знаете, если готовы, что просто примите мужчину таким, какой он есть. не стоит. Если готовы. Если нет, то и не стоит. Тогда если не готовы, то и не стоит. Принимай его таким, как он есть. Вот и все. вы можете относиться к нему и лучше. То есть, вы можете относиться к нему так, как если бы человек, к примеру, лучше, чем, ну, чем вот то, что он есть. Сейчас. для себя. То есть, например, я тебя не обеспечиваю, да, потому что знаю, что ты можешь себя обеспечить. Я знаю, что ты там, к примеру, талантлив, я знаю, что у тебя там, ну, к примеру, все хорошо, и так далее. Вот. То есть, как бы, вы мотивируете партнера таким образом. можно и так, но это уже зависит от того, насколько, ну, насколько вы готовы к такому поведению. Готовы ли вы его удерживать такое, такое поведение. Потому что, если не готовы удерживать такое поведение, то я боюсь, что будут проблемы. Ну, в том числе у вас. Серьезно. Ибо счастливы вы, счастливы вы не будете, не будете никак. Вот. А мужчине менять ничего не будет, пока ему это удобно. Вот. Поэтому исследуйте, исследуйте все аспекты своего отношения к мужчине, именно своего отношения к мужчине, в первую очередь. не его к вам, а именно своего. Насколько вы в нем нуждаетесь? Почему вы в нем нуждаетесь? Вот. Так ли сильно вы в нем нуждаетесь? Вот. Чего вы хотите для него, для мужчины, я имею в виду? Как вы его воспринимаете? после этого уже я думаю вы сможете выработать для себя адекватную модель взаимодействия с ним. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго и удачи.